всех приветствую предлагаю пройтись прогуляться по улицам лазерского завершением нашего маршрута в районе моря начинаем из центра и топаем куда-нибудь в центре я давить а был пойдемте куда-нибудь в сторону багратиона по улице победа не можно пройтись конечно по улице лазарева но там будет сейчас шумно хотя здесь тоже не тихо тут цикады там машина но машина там едут с мизерной скоростью приблизительно как здесь сейчас но здесь их ограничивает скорость светофор а там ограничивается на свете какие-то чудики у нас появились смотрите ух морды лиц у них какие-то непонятные какой-то наружности цикадия придумал я название лазаревскому в летний период посмотрим едут сочи или сочи сегодня пойду наверное по улице багратиона не так давно я ходил по улице речной я понимаю что на речной больше народа там веселение может быть ну по гладенок что же надо ходить не все же речную это показывать стоят родимые мотороллеры немножечко конечно быстрее сейчас окольными путями обижать но тоже знаете таких пробка даже на мотороллере порой не очень легко так тесно на дорогах бывает порой что и обогнать невозможно извините я еще не до конца вы взорвел на море не хожу уже несколько дней ну в плане того что не плаваю на может отбывать конечно же хотелось бы уже плавать а то что-то как-то так грустно муж мула наша старая знакомая муж просто дерево зелеными листиками на улице победы достаточно много людей но я уже мысленно представляю это время когда буду ходить здесь чуть ли не в гордом одиночестве осталось практически это сколько два-три месяца но в октябре и в октябре еще будет нормально многолюдно а вот ноябрь сами знаете да даже вторая половина октября люди идут с моря красные вот что тяга к солнцу потворить так увидел звездочки эти деревья и вспомнил что давненько ничего не прятал скажу и сам забываю народ концентрируется прям не хочется мне туда идти там солнце сколько там еще секунд не нужно хотя бы цифры видны 74 секунды сейчас подождем здесь тенечки и потом с толпой как ломанемся хотя видите вон машины стоят в сторону туапсе пробочка хоть я уже и говорил что на перекрестке колораж и лазарева сделали закрыли пешеходный переход но это же ничего не меняет там дальше то еще зебра есть дальше еще и светофоры и в принципе пробка какая была такая осталась самая хитрая только выдвигаются на море скажу я вам потому что там сейчас уже не такое упасное солнце 16 15 на низком старте и сейчас мы с этой всей толпой ломанемся на улицу богателона сейчас от колбаса вот такие большие модные ездят с кондиционерами а каково было раньше ездили же мы без кондиционера все нормально было поток не успевает людской поток пройти за период светофора когда он зеленый для пешеходов в данном случае почти успели какие-то там еще ребята сзади идут ну так пока незначительно а вот как-то вечером я ехал из Сочи и уже горит красный для пешеходов а народ все идет идет и идет так с людским потоком отправляемся мы на багратиона как я уже сказал пока мы еще наблюдаем домики на улице Адоевского это самое начало улице Адоевского ну так вот выдыхаем себе аромат шашлыков и всяких и других прочих явств тут он тоже плов готовят что-то там еще мясо мясо в каждом дворе шашлык в каждом дворе тенечки хорошо ну это хорошо быстро закончится я уже наблюдаю и вам показываю дома по улице Речной 2 это все Речная 2 все-все-все вот это вот куда смотрит сейчас камера там можно было бы пойти как я уже ходил маршрутами так сказать дворами внутренними но мы с вами пойдем ох какой быстрый самое место разогнаться ну мы будем обходить короче все эти домовладения Речная 2 дробь 5 там еще какая-нибудь дробь и таким образом выйдем на улицу Багратиона кстати если прямо идти долго-долго по дорожке по тропинке можно к речке даже прийти ну в этой части речки сейчас наверное не очень хорошо плавать речка немножечко обмелела после дождика она набралась силы немножечко народ плавал я сам ходил плавал вам показывал но сейчас вот посматривал со стороны правда не ходил на речку но со стороны видел что вроде как поменьше водички хурма видите какая уже в октябре будет готова к употреблению но некоторое даже в готовом виде будет красивой но вязать поезд какой-то тут который я не встречаю во второй половине дня улица Багратиона тоже вот видите превратилась в парковочную улицу здесь не так много домов а машин много дома просто хорошие большие может быть гости а может быть знаете как приезжают допустим кто-нибудь там остановился на горе сел на машинку приехал сюда спокойненько и пошел себе на пляж загорать вот так вот пока во всяком случае здесь бесплатно я не вижу разметок о том что будет тут платная эта парковка допустим на колораж уже сделали хотя там всем я уже не раз говорил всем наплевать на всю эту разметку пока банкоматы не работают эти не банкоматы паркоматы ну и вообще не работает эта схема но я так думаю как только вы развеетесь к следующему сезону она точно заработает поэтому готовьте 100 рублей в час хотя нет Плазовская чуть-чуть подешевле в то же время штраф такой же как и в Сочи 3000 рублей вот приехали вы поставили свое транспортное средство поставила на 15 минут проехала машинка зафиксировала а вы не оплатили ну и получаете 3000 штрафа вот так вот придумали конечно конечно это не очень хорошо конечно сначала надо было сделать большое количество парковок желательно бесплатных ну либо с минимальной ценой чтобы люди приехали поставили свою машину были спокойными за ее сохранность ну у нас пока вот таким вот вариантом решили так так ну и опять же не пойду по этой улице точнее пойду по улице по городу не пойду вот так обойду поближе к речке такими путями тут и тенек в этой стороне не скажу что людей много на улице не тут нет такой какое как правильно подобрать это слово толпы в общем людей мало здесь ходит но ходят вот смотрите какую-то платформу делают в районе матрешки там же у них платные бани ну как платные бани баня приходите арендуете там себе либо номер либо как я не знаю я не был и вперед вот отзывы читал много точнее не читал знаю слышал очень много положительных отзывов об этих вот заведениях банях бассейнов видите теперь расширились чуть-чуть это здорово хорошие места должны расширяться все делают красиво и интересно тут даже вывеска какая-то появилась я ранее не видел рок-клуб а ну это без понтов баня бассейн рок-клуб вот слегка подсмотрим и здесь будет теперь такая терраса ну вечерком наверное будет здорово здесь вот появилась вкусно возьми быстро с собой видите ранее я не наблюдал такого горячие закуски гренки бородинские сэндвич с курицей 350 рублей дорого или дешево я вам не скажу кто там кайфует на реке но в этой части река такая уже знаете обмелевшая и зелененькая плохие люди я бы даже людьми не назвал видите снесли туда мусор прям мусора конкретно много прям это как только река поднимется все это пойдет в море и мы все с вами будем плавать пойдемте я покажу вам это я вам покажу вот кто это делает что это за свинство это пипец просто это просто пипец сейчас одну минутку это надо запротоколировать запротоколировать это просто жесть какая-то ну это свиньи какие-то и тут же чистейшая речная вода то ли тут бомжи живут я не пойму уже жесть ну ничего будем надеяться что когда-нибудь сделают нормальную набережную ну ну городские власти постоянно борются с вот этой вот с таким вот состоянием я не знаю как это назвать с такой хренью ведь тут же вот пожалуйста вон вон мусорные эти и сказать что их нету там вон дальше около матрешки есть здесь вон прям есть там дальше еще складские помещения ну это жесть периодически организовываются субботники вот пожалуйста если это тот человек которым я думаю то я начну сейчас рогаться матом нет алло производят они соединение отсоединяю вас сразу а здесь вот в принципе речка достаточно просторная широкая смотрите кто там летает я не понял что за парашют напоминающий цвета американского флага сбить нафиг да достаточно широкая я думал что она здесь гораздо гораздо уже сейчас момент сейчас момент забыть что вы господин кто-то он себе благоустроил местечко шалаш там тебе поставил не шалаша палатку но мы с вами набежной багратиона здесь вот еще кусочек остался доделать туалет платный 30 рублей я думал бесплатно ну пойдемте к морю там завершим этот ролик а потом еще прогуляемся малость где-нибудь в других местах по пляжам так эту кафешку не сделаю все делали 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 кустью не пойду сегодня кустью не пойду кустью мы пойдем с вами потом как-нибудь отдельно покупаемся может быть сходим туда на речку за речку цены на пляже божок вертион шизонг 600 рублей вот так вот подождите прокат шизлонга 600 рублей прокат шизонга а тут еще и так он делится как-то пополам до обеда и после обеда у как интересно всюду ночь как-то по-другому припели пойдемте посмотрим каково оно море море серо-буро-козюльчато какое-то зеленое ох это пляж багратион ну вот такое у нас получилось путешествие маленькое прогулялись всем доброго дня всем пока потопу и дальше